Нет шансов добиться мира с палестинцами в ближайшее время. С таким заявлением выступил министр обороны Израиля. Виктор Либерман уверен, что главную угрозу для Израиля представляют не палестинские боевики, а Иран. Эти слова прозвучали на встрече главы оборонного ведомства еврейского государства со студентами университета в городе Ариэль, расположенном за так называемой «зеленой чертой». Сейчас на связи из Ариэля мой коллега Евгений Сава, Женя, добрый вечер. Вы присутствовали на выступлении Либермана. Какие моменты, на ваш взгляд, стоит особо отметить? Добрый вечер, Тихон. Мы сейчас находимся в Ариэльском университете, где около двух часов назад завершилось выступление министра обороны Израиля Виктора Либермана. Многие израильские журналисты даже назвали это программной речью. Дело в том, что за четыре месяца с того момента, как Либерман вступил в должность главы оборонного ведомства, он не давал интервью. И вот сегодняшнее выступление – это хорошая возможность услышать его взгляды по ключевым вопросам не только внутриизраильской, но и внешней политике. Ну, начнем с того, что Либерман здесь, в Ариэле, который находится за пределами так называемой «зеленой черты», коснулся темы строительства в еврейских поселениях и осуждения Запада и международного сообщества. Буквально в последние дни, по мнению Либермана, Западу следует внимательно присмотреться к тому, что происходит, например, на территории Сирии, Ирака или Йемена, а не сколько единиц жилья Израиль строит, например, в южной части Иерусалима. У нас есть возможность послушать фрагмент из выступления речи Виктора Либермана. Корень большинства проблем на Ближнем Востоке не имеет никакого отношения к Израилю. Это междоусобные войны мусульман. Когда мне предъявляют претензии, что я разрешил строительство в иерусалимском квартале Гело, я тут же отвечаю – посмотрите, что происходит в Сирии. Там действительно есть проблемы, а не у нас. 400 тысяч убитых за несколько лет, а вы говорите со мной про несколько десятков единиц жилья в нашей столице. Тихон, еще одна ключевая тема, которую не обошел своим вниманием Виктор Либерман здесь, в Ариэле. Это сирийская тема. Причем, если его предшественник в кресле главы оборонного ведомства как-то не касался этой темы, нейтрально высказывался на тему Сирии, то Либерман здесь, в Ариэле, заявил, что он с пессимизмом смотрит на попытки России и Соединенных Штатов прийти к некому согласию. По мнению Либермана, уже скоро международному сообществу придется, что называется, открыть глаза и понять, что на территории Сирии сегодня де-факто существует несколько государств. А это означает, что нужно пересматривать современные границы сирийского государства и делать это нужно, конечно же, вместе. У нас также есть еще один фрагмент выступления Виктора Либермана. Я слышу мнение многих экспертов, что современная Сирия и Ирак перестали существовать как единые государства. При этом политики на Западе силой пытаются придерживаться старых границ. Пять лет конфликта в Сирии и многолетний конфликт в Ираке должны были заставить многих в международном сообществе задуматься, а стоит ли вообще говорить про те границы. Мне кажется, что недалек тот день, когда нужно будет пересматривать границы современной Сирии и Ирака. Ну и, пожалуй, главная тема, которой коснулся здесь в Ариэле Авигдор Либерман на вопрос одного из слушателей в зале. Какова главная опасность для еврейского государства? Либерман, не задумываясь, заявил это Иран. Несмотря на то, что Запад подписал соглашение об иранской ядерной программе почти год назад, тем не менее, по мнению министра обороны Израиля, Иран делает все, чтобы дестабилизировать обстановку на израильских границах в Южном Ливане, поддерживая организацию Хизбалла, которая, кстати, считается террористической организацией не только в Израиле, но и во многих странах мира. Иран дестабилизирует обстановку на голландских высотах. Ну, а по мнению Либермана, лучшее доказательство намерения Ирана – это недавний военный парад, который прошел в Тегеране. Там были представлены баллистические ракеты с надписью на иврите «Смерть Израилю». И по мнению Виктор Либермана – это доказательство того, что Иран по-прежнему хочет уничтожить еврейское государство, поэтому это главная угроза существованию Израиля. Тихан. Спасибо, Евгений Сава, мой коллега на прямой связи из города Ариэль в Израиле, где выступал министр обороны этой страны Авигдор Либерман.